Музыка Господин губернатор на Академии, доступность, открытость, понятливость Михаила Саакашвили должны сослужить ему хорошую службу во время наведения порядка в регионе. Для получения практичного результата достаточно председателю Одесской областной государственной администрации изменить немного привычный маршрут. А именно свернуть с Дерибасовской не на Приморский бульвар к Дюку, а в сторону Александровского проспекта. Именно там живет и процветает знаменитый на всю страну рынок книжка. Господин губернатор любит выбирать для прогулки оживленные места, где можно встретить одесситов самых разных классов и сословий. У книжки даже больше прав называться зеркалом Одессы, чем у Привоза или Потемкинской лестницы. Вот только несовременная литература должна стать объектом внимания Михаила Саакашвили и его формирующейся команды. Сегодня книжка, и это ни для кого не секрет, рассадник нелегального бизнеса. Открывают парад нелегалов, менял и чернокнижники. Следом за ним, встроенным маршем, идут торговцы конфискованными оливками, вином, шоколадом, пивом и другим заморским товаром. Сколько денег в местный бюджет не поступает из-за тех, кто идет в обход правил? Вы обратили внимание, как скромно правоохранительные органы борются за чистоту рынка? То ли дело бабушки, торгующие овощами с грядки до молоком на стихийных рынках. Вот они-то – настоящие вредители общества. Их гоняют мастерски, без права возвращения. Так чем же лучше или выгоднее те, кто оккупировал внешние ряды книжки? И тут бы пригодился подход к делам одесского губернатора. Мы тут говорим о многих миллионах, а не о 500 гривен. Конечно, он состоит и от гривени, и из гривени. Но еще раз, это выглядит как попытка очковтирательства, кого-то прибодить жертву, чтобы не трогать основных. Мы пойдем за большой рыбой. Маленькие рыбки тут абсолютно нам не удовлетворяют и, конечно, не будут иметь того эффекта. Те самые бабушки на дороге и есть мелкая рыба. То ли дело чернокнижники с Александровского и их Центр управления полетами. Чем не крупная рыба? Только Саакашвили может сдвинуть с места. Это застойное болото, поскольку умеет поднимать неудобные темы. Вспомните, какое движение началось в госавиаслужбе после того, как слово взял господин губернатор. В Одессе открыли небо, монополиста слегка прищучили, а профильного чиновника, пусть и со второй попытки, но отстранили от работы. Речь не идет о том, чтобы господин губернатор достал метлу и всех разогнал. Но вот из тени одесским предпринимателям давно порабываете, чтобы луч палящего грузинского солнца совсем их не ослепил. Редактор субтитров А.Семкин